Никому не нужный блог Самара Стайл. Кот сидит, горшок стоит, снег там за забором идёт, пиво пьют, ничего не происходит, абсолютно, Ютсон для тебя, братан, дико любим тебя, никому не нужный блог. Вот такой вот привет от самарских чуваков, Макс, Саня, респект. Кстати, у меня тут обнова в виде вот такого замечательного фоторюкзака для стафа. Кому-то эта информация может пригодиться. Сейчас я расскажу вам о нём поподробнее. Йоу-йоу-йоу, что я вам могу сказать за рюкзак? Это компания, которая всех задолбала гигантским количеством моделей, всяческих давно, Лове Про. Очень скептически я относился к этой компании, потому что её реально дофига, она во всех сетевых фотомагазинах, просто модельные ряды постоянно меняются, какие-то тысячи наименований. Я такое не люблю. Тысячелетиями я ходил с этим Националь Географик рюкзаком. Он уже просто как бы растрепыхался полностью. Плюс в него стало влезать практически ничего. Ну и так от ветра и дождя он защищал, конечно. Но так сказать, чтобы не особо. Я вложился в биткоин, дичайший разбогател. И заимел вот этот вот, вот этот вот рюкзачин. Лове Про. Фастпэк Про BP250 AW3. Обожаю такие названия. Порекомендовали парни из кинодельни из чатика. Сразу несколько человек именно вот на этот рюкзак накинулось. Потому что он типа десятку стоит. Но это типа недорого для таких рюкзаков. Ближайший его конкурент с каким-то там именем. Это Манфротто. Что-то там, что-то там. Но этот Манфротто на самом деле на ощупь. Вот когда я его потрогал вживую. Оказался гораздо хуже сделан. А этот Лове Про прям вообще нечеток. То есть он такой вот весь водозащищенный. Весь такой тактический. Такие хорошие лямочки. Хорошая поддержка спины. Вот, соответственно, боковой доступ. Для правшей, естественно. Для левшей никто не делает. Так бы я... Ну, тут у меня лежит ГХ-5. Но сейчас он лежит вот тут. Хорошая сюда влезает в походный набор никому не нужного блогера. Никому не нужного блогера. Который отправляется на съемочки. Примещается достаточно много всего. Вот у меня камера. Объектив, объектив, дрон. Зарядка, петличка. Еще большой отсек под камеру, который тут и стоит. Самое главное, что это все... Все стенки вот эти. Они достаточно плотные. Они не из говна сделаны какого-то. Они достаточно хорошо клеятся. Все это, ну, как бы, внушает доверие некоторые. Конечно, я смотрел в сторону рюкзачков каких-нибудь Вандерер или Туль. Но они, блин, несравнимы. Они в три раза дороже просто, чем этот рюкзак. Поэтому я охренел от таких цен. Облажался. Зипперы все молнии неплохие. Тут еще такая штучка прям. Есть удобная под палец. На вот этих вот больших. И на боковушке. Тоже тут она еще рыжая. Ну, прям так, что подел, потащил. Прям зацепился. Тут есть поддержка. Эти мягкие штучки под спину. Тут веревочка под багажную штуку. Разгрузка. Какие-то петли для того, чтобы что-то удобно можно было понавешать еще. Тут тоже есть петли снизу. Короче, ништяк рюкзак. Но если пойти дальше, то тут есть самые гейские кармашки для мелочевки. Обязательно надо брать с собой светофильтры. Всякие. МДшники. Кромист. Обязательно брать с собой запасные карточки памяти. Вот такую вот штучку, чтобы протирать. Вот такую вот кисточку, чтобы протирать. Кстати, давно не протирал. Парочку SSD дисков. Разумеется, очки носильника. Черт возьми, почему я до сих пор был не в них. Ну, это типа маленький кармашек. А тут есть еще типа дико большой кармашек. И он реально дофига большой. Он почти весь пустой. Тут есть чахол для дождя. Разумеется, самое незаменимое в 21 году. Палочка. Палочка? Палочка села. Ключики шестигранные. Телескопическая палка. Копалка. Тренога с шаровой башкой, чтобы это все куда-то ставить. Камера 360 для приколов. Лазерный дальномер. Маленькие отверточки, чтобы все чинить. Обязательно. Мультитул. Зачем я его достал? Он такой уродский. Еще один фонарик для контр-вогу света. Моман. По-моему, он... Ну, кстати, блин, его тут не хватало. Как будто бы, да? Вот так вот сделать. И типа, как будто бы красивее все. Естественно, перо. Что вдруг на вас кто-то нападет. И вы вот этим сможете обороняться. Защищать вашу технику от лап преступников. Самое главное, с чего не было ни в одном моем рюкзаке до этого. Ну, бук помещается полностью. Вот в эту спину. И как бы хорошо. А, тут еще есть вот такой вот... Там приятный такой карманец. Чтобы ложить туда что-то, что не должно царапаться. Например, вашу невинность. Или сотовый телефон. Это типа, как будто бы обзор. Лови-про. Вполне себе, оказывается, даже ничего. Короче, рюкзак нормас. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Всем пока, ребята! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова В.Избулом Продолжение следует...